Сегодня мне предстоит очень важное и ответственное дело. Мне необходимо выступить на торжественном собрании, посвященном юбилею налоговых органов Республики Беларусь. 25 лет, даже не верится. Что сказать перед огромной аудиторией? Мы пригласили сегодня наших друзей, коллег, сотрудников, ветеранов, плательщиков. Времени немного, а сказать ведь хочется о самом главном. Я, кажется, знаю, кто мне поможет. Добрый день, уважаемые коллеги. Что-то вы такие озадаченные. Сегодня я пригласила вас... Для того, чтобы сообщить пренебрятнейшую новость. Что, все, а что просят меня? Алина Михайловна, как? Опять сокращение на сукамодку? А может, нам запретили проведение проверок? Зарплату повышают. За креативность спасибо. Спасибо. Но я собрала вас несколько по иному поводу. Общеизвестный факт, что налоговым органам Республики Беларусь 25 лет. Я хочу посоветоваться с вами. Что же мы скажем, что я скажу на нашем торжественном собрании? Что такое сегодня налоговая служба? Что такое для нас наша работа? Пока не решим этот вопрос, домой никто не уйдет. Понятно? А можно я скажу? У каждого из нас есть слово, с которым ассоциируется наша работа. Борьба. Безопасность. Точность. А может, консолидация? Бюджет. Это стабильность. А я считаю, высокий профессионализм. Пчелы. А пчелы к чему? Потому что мед собирают, лечат и ужалить могут. Да, задача непростая. 25 лет. Ведь это же целая история. 1990 год по праву считается годом основания Налоговой службы Республики Беларусь. 2 апреля Совет министров БССР создал в системе Министерства финансов государственную налоговую службу сетью филиалов во всех регионах страны. Уже 16 мая этого года вступил в должность и первый начальник Гомельской областной инспекции Николай Афанасенко. Бывших налоговиков не бывает. Убежден Валентин Крылов. Валентин Георгиевич – человек действительно уникальный. В налоговых органах практически с первых дней создания. Начинал начальником отдела, а после долгие годы возглавлял инспекцию в советском районе Гомеля. Это его трудом. Одной из первых районная инспекция по налогам и сборам получила отдельное здание. Плодотворной работе Валентина Крылова и коллектива современников обязан нынешний облик инспекции. Сегодня это не просто благоустроенная территория, но и по-настоящему современный объект. У них сейчас компьютеризация полностью. Они уже выше нас по всем. Я посмотрел в инспекции, сейчас они друг другу передают письма, а мы носили бумаги. Они не носили, не носят сейчас. Они передают друг другу информацию, обмениваются. И бумага пошла от руководителя. Уже все читают. В 2001 году после реорганизации в отрасли образовалось Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. В сентябре 2002-го областную инспекцию возглавила Галина Пашет, нынешний руководитель ведомства. Начинается новая веха в истории. Полное преобразований, инноваций и достижений. К слову, часто законодательные инициативы гомельчан входили в основу серьезных документов национального уровня. С приходом Галины Михайловны у нас в корне изменились подходы к проведению проверок. Наряду с методологией Галина Михайловна поставила задачу перед контрольниками искать схемы ухода от налогообложения и обналичивания денежных средств. В основу была положена статья 9 закона о бухгалтерском учете. При проведении проверок мы собирали доказательную базу о том, что первичные учетные документы по совершению сделок с же структурами не имеют юридической силы. В результате мы доначисляли налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Свою позицию нам приходилось отстаивать в хозяйственных судах, и мы ее отстояли. Этот алгоритм и на сегодня действующий. Более того, он лег в основу указа президента Республики Беларусь номер 488. Сегодня Гомельская область входит в тройку регионов страны, перечисляющих в бюджет государства наибольшую сумму налогов и сборов. Доля плательщиков Гомельской области в поступлениях Республики составляет более 12%. Традиционно это третья позиция после города Минска и Минской области. Я застал в городе Мозыре, когда было две инспекции. Это инспекция по городу Мозырю и по Мозырскому району. Сейчас в нашем городе одна инспекция, которая формирует 40% бюджета Гомельской области и где-то около 5% бюджета Республики Беларусь. Сегодня в нашем регионе действует 26 инспекций. Общая штатная численность сотрудников около 900 человек. Большое внимание уделяется профессиональному росту и повышению квалификации сотрудников. Более 94% государственных служащих инспекций имеют высшее образование. Успешному выполнению поставленных задач способствует постоянное совершенствование налогового законодательства, укрепление материально-технической базы, внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в работу налоговых органов, улучшение условий труда работников инспекции. За 25-летний период развития налоговых органов накоплен большой объем информации, созданы десятки реестров и информационных баз данных. Реализован механизм взаимодействия со многими государственными органами управления и организациями. Именно благодаря этому удалось противостоять теневому обороту, серьезно взяться за борьбу с нелегальными доходами физических лиц. Конечно, наш народ предприимчивый и опять что-нибудь придумает, но мы тоже не стоим на месте. Методы нашей контрольной работы совершенствуются, и результаты зависят только от умения, желания и творческого подхода каждого работника на своем рабочем месте. А результаты у нас есть. Мы одни из лучших в республике. Около 20% сотрудников налоговых инспекций региона – молодежь. Инициативная и целеустремленная. Именно на таких сотрудников поколения «Некст» сегодня упор. Тесное плодотворное сотрудничество за последнее десятилетие сложилось с ведущими вузами региона – Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины и Белорусским государственным университетом потребительской кооперации. Лучшие студенты проходят практику в налоговых инспекциях региона. Самое инициативное – участвует в социологических исследованиях в области налогового законодательства. Именно так выглядит настоящая кузница кадров. Заканчивая экономический факультет с университета имени Скорины, я уже мечтал попасть работать в налоговые органы. К счастью, мне повезло, и я попал работать в 2005 году в инспекцию Министерства по налогам и сборам по железнодорожному району города Гомеля. Здесь хорошо развита культурно-массовая работа. То есть постоянно проводятся молодежные конкурсы, мастерства как творческого, так и профессионального. Налоговое законодательство динамично развивается, а потому без разъяснения налоговой грамоты – никуда. Этой сфере в инспекциях Министерства по налогам и сборам Гомельской области уделяют большое внимание тысячи публикаций в газетах и журналах, сотни программ в радио и телеэфире. За последние 10 лет инспекция по Гомельской области 7 раз становилась призером по итогам республиканского осмотра конкурса на лучшую инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. По итогам работы за 2014 год инспекция заняла почетное третье место. За высокие показатели в труде работники налоговых органов Гомельщины имеют престижные награды регионального и национального уровней. Три человека имеют благодарность президента Республики Беларусь, два сотрудника инспекции награждены медалью за трудовые заслуги, 30 гомельских налоговиков имеют нагрудный знак «Выдатник податковой службы». За любыми достижениями стоят люди с их идеями и действиями. Именно поэтому традиционно в налоговой системе региона уделяется большое внимание развитию командного духа. Давно уже стали традиционными смотры художественной самодеятельности, спортивные состязания и туристические слеты. Надо отметить, в большинстве межотрасливых конкурсов «Гомельские налоговики» в «Лидерах». Мы не расходились до позднего вечера. Никто из них не ушел домой, не сказал, что мне это не надо, что это не мое дело. Мне повезло работать с этими людьми. Мне посчастливилось работать в команде высокопрофессиональных сотрудников. Я уже знаю, что я скажу на нашем празднике. Я начну, если позволите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!